В ноябре прошлого года о селе Березовка в Западно-Казахстанской области узнала вся страна. 28 ноября вот в этой школе во время занятий 25 учеников на глазах у учителей стали терять сознание. Врачи зафиксировали у всех одинаковые симптомы – судорогу, тошноту, головокружение и жжение в горле. Всего за две недели пострадало около сотни жителей Березовки. В центре Березовки стоят вот такие станции экологического мониторинга фиксации токсичных веществ. Поселок находится всего в пяти километрах от крупнейшего в мире газоконденсатного месторождения Карачаганак. Жители считают, что причина массового отравления – выбросы сероводорода. Станции мониторинга – собственность разработчиков месторождения. В день массового отравления – превышение предельно допустимых норм – приборы не зафиксировали. Сорокалетняя Карлгаш Сапиева рассказывает о своей дочери – девятикласснице Арайлым. Девочка была среди тех, кого болезнь сразила прямо во время урока. По словам матери, за эти два месяца хождения по больницам легче Арайлым не стало. Сейчас она на санаторном лечении, но даже там, по словам матери, девочка теряла сознание. Врачи скрывают истинный диагноз, считает Карлгаш. Мы должны знать, что моя дочка там болеет. А вдруг что случится? Ком же оперативана? Единственный стабильный доход семьи Сапиевых – это пенсия по потере кормильца – 25 тысяч тенге. Это чуть больше 130 долларов США. Карлгаш, чтобы прокормить троих детей, держит небольшое хозяйство. Продает молоко, вяжет на продажу шестяные вещи. Говорит, что после отравления дочери неоднократно просила у местных властей материальной помощи. Но никто так и не помог. Жить в Березовке Карлгаш опасается. Субтитры создавал DimaTorzok Березовки – это установка новой станции эко-мониторинга стоимостью 160 тысяч долларов. Ее поставили на самом видном месте – на возвышенности. Потому что там самое высокое место в посылке. А нужно было где поставить ее? Ну, наверное, каждый грамотный человек знает, что газ стелится по низким местам. Следовательно, там, где ниже. Они же у нас вот по этим, их нему, ну, вот, после событий в школе сказали, что школа стоит на самом низком месте. Как относитесь к идее переселения? Ну, я не знаю. У людей есть надежда? Вообще они верят, что это может случиться или нет? Да нет. Это тянется уже лет 10, а то и больше. Еще и не такое было. А если нашей власти плевать на детей, то извините меня, на что тут нужно надеяться? На днях в местном клубе сельчане заслушали ежегодный отчет Акима села и района перед населением. Аким поселка Жабаныш-Хайрулин уверял с трибуны – социально-экономическая ситуация в полуторатысячной Березовке стабильная. Вот, например, данные статистики по трудоустроенным березовцам. В период через отдел занятости социального обучения обучили три человека. Один человек на электромонтера, два человека на парикмахера. По молодежной практике работали два специалиста, оба специалиста трудоустроены. Главные предстоящие события в Березовке построят новое здание местной администрации. Итоги отчетного собрания подводит Аким района. Иными словами, все действия Акима направлены на дальнейшее повышение жизненного уровня населения и его благосостояния. Но что интересует сельчан, так это пойдут ли власти на передислокацию жителей Березовки. У всех на устах история загадочной болезни жителей поселка Калачи в Акмулинской области. Пожалуйста, оставайтесь. Оставайтесь. Но не губите остальных людей. Не пропагандируйте то, что здесь все хорошо. В ответ районный глава просит дождаться официальных итогов. Для мониторинга состояния атмосферы установлен дополнительный газоанализатор. Поэтому все эти работы проводятся, как вы знаете. Мы ждем итоги этих проведенных исследований и обследований, которые будут готовы, как уже было сказано, до назначенному сроку 20-го года. Двухчасовая встреча с местными чиновниками завершилась ничем. Совсем скоро областному руководству предстоит вынести решение, останутся ли жители Березовки на обжитых местах или покинут родное село. Редактор субтитров А.Семкин